Привет, меня зовут Евгения Северская, я занимаюсь живописью. В этом видео речь пойдет о создании холста для будущей картины. Думаю, будет интересно всем, кто не безразличен к живописи, а для тех, кто учится рисовать, это видео послужит обучающим. Формат картины, которую я собираюсь писать на этом холсте, 2х2 метра. Таких больших холстов не продают, поэтому я делаю его сама. Планки для подрамника, каркаса холста можно купить в художественном магазине. Для защиты дерева я использую маринку. После марения дерева я мою кисти в живичном скипидале, он отмывает лучше растворителей и не так сильно пахнет. Кстати, он прекрасно отмывает засохшую масляную краску. Теперь нужно приготовить проклейку для холста. Есть много рецептов с разным составом, даже с добавлением меда. Я использую простой рецепт, обычный пищевой желатин и воду. Можно купить готовое полотно в рулоне, но оно часто содержит хлопок. Плен долговечнее и ради этого стоит потратить время. Желатину нужно дать настояться 40-60 минут. Настоявшийся желатин растапливаем на кипятя. Можно на водяной бане или на медленном огне. Пока проклейка еще настаивалась, я собирала подрамник, как и с конструктором. В боковых планках есть отверстие для перекрестных. Выступы на боковых планках должны смотреть в ту сторону, с которой вы натянете полотно. Перекрестия должны выступать с противоположной стороны. Крепим перекрестные планки перпендикулярно по отношению к боковой так, чтобы они не вдавались внутрь конструкции. Сверху крепим еще одну боковую, потом оставшиеся три внутренние. В них есть пазы, они должны совпадать. Можно закрепить мобильным стопором. В конце с боков крепим оставшиеся две боковые планки. Выступы должны быть обращены внутрь конструкции, чтобы в дальнейшем не деформировать полотно. Подгоняем стыки. Готовый подрамник лучше ставить параллельно стене или под небольшим наклоном без перекосов. Полотно среднезернистый лен продается в художественных магазинах или в магазинах для шитья. Бывает среднее, крупное и мелкое зерно. Я использую мелкозернистый холст для небольших форматов. Такая ткань более гладкая, но она тоньше. И на этот раз для 4 квадратных метров лучше взять более плотную среднезернистую ткань. Удобнее всего закреплять ткань мебельным стапором, но подойдут и гвоздь. Лучше, чтобы нити шли параллельно сторонам и натяжение было умерено. От сильного натяжения холст может покосаться. При слабом провиснет и будет неудобно на нем писать. Если это происходит, в углы подрамника вбиваю суклено. Еще можно протереть холст с обратной стороны влажной губкой. Много влаги не нужно. Если переборщить, подрамник может повести. Я допускала эти ошибки раньше и хочу предостричь тех, кто еще не успел. Углы я закрепляю так же, как на заводских холстах, хотя это не обязательно. По поводу ошибок добавлю, что хранить холсты и картины нужно, максимально избегая сырости и сильных перепадов температур. Стряхиваем пыль и приступаем к грунтованию. Наносим на холст уже остывший желатин. Уже когда мой холст был готов, я нашла статью, где советуют наносить желатин кистью снизу вверх. Единственное, что я могу теперь сделать, перевернуть кадр, хотя это вряд ли что-то поменяет. Кстати, я не натягиваю холст сильно, еще потому, что он слегка натягивается сам во время высыхания. Это первый слой. Всего должно быть 3-4. Каждый должен просохнуть. Следующий слой я хочу сделать чуть гуще. В зависимости от того, какую густоту хотите получить, растопите желатин или наоборот охладите его. Он загустеет и сам, если куда ждать. Наносить желатин можно руками, кистью, малаком, чем угодно. Если нужно разровнять желатин, сильно лучше не давить, чтобы он не просачивался на обратную сторону. Слишком толстый слой желатина на поверхности повлечет за собой ненужные бугры и может треснуть. Не обязательно всю работу делать за один день, хотя это реально. И вот у нас последний третий слой проклейки. Слишком много слоев проклейки опасно, полотно может потерять эластичность, отчего могут быть трещины. Когда такой большой холст нужно развернуть, действовать нужно в несколько простых шагов. Во время сушки холст должен располагаться так, чтобы полотно не касалось подрамника, иначе оно может к нему приклеиться. Теперь можно немного отдохнуть. И так выглядит моя мастерская. А это работа моей ученицы и ее автопортрет зеркала. А это моя работа «Зимняя история» изображена в лице в моем городе. Ну так, идем на кухню. Где-то был мой кофе. А вот он. Дальше можно наносить акриловый белый грудь в два-три слоя. Субтитры создавал DimaTorzok Второй слой компенсирует неравномерность первого. Мусор и пылинки по возможности убираем, хотя это не всегда страшно, смотря что и как вы будете писать. Третий слой в финале. В конечном итоге должна получиться ровная белая поверхность. Картина, которую я написала на этом холсте, попала на две выставки в Международном центре дизайна Artplay и получила гран-при на Международном фестивале Российской недели искусств. О том, что это за картина, можно узнать на моем сайте или дождаться выхода видео, в котором я расскажу о ней. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и добавляйтесь в соцсетях. Если вы учитесь живописи, надеюсь, что это видео поможет вам. А если вы давно в деле и у вас есть свои секреты грунтования и подготовки холста, то, пожалуйста, пишите их в комментариях, я буду вам очень благодарна. Видео прозвучало, моя музыка. Субтитры создавал DimaTorzok